Так, друзья, рубрика «Выходные дальнобойщика» продолжается. И сейчас мы с вами едем снимать бесплатку! Бесплатная еда в русскоязычном районе Филадельфии! Безвозвездно! Что-что? Помолчи! Пух! Извини, я только хотел узнать, без чего? Безвозвездно! Безвездно! То есть, даром! А, даром! Понятно! Первая, в своем роде, организация «Рука помощи». Конечно, здесь есть фудбэнки, такие, как уже разрекламированы во многих других штатах. У многих блогеров есть видео по этой теме. И фудбэнк, конечно, можно найти, но вот я искал, искал, искал. Искать было очень тяжело, и когда я нашел, я не смог туда прийти в тот день, когда они выдают еду. Но мне знакомые рассказали, что дают они там только одни консервы, крупы и ничего интересного. Он должен приходить в соответствии со своим зип-кодом, со своим почтовым индексом, именно в то место, которое положено. Если ты пришел в другое место, там тебе могут не дать. Ну, короче, я не знаю. Когда я хотел снять видео о бесплатной еде в Филадельфии, я очень долго не мог найти такую организацию, такой фудбэнк, чтобы снять для вас это видео. И вот сейчас организация открылась в нашем русскоязычном районе Филадельфии. Русскоязычная организация, называется «Рука помощи». И мы с вами поедем и посмотрим, как и что они раздают. Сейчас четверг, без 20.10, в 10 утра они открываются. Каждый четверг с 10 до 5 у них выдача продуктов, одежды. Ну и посмотрим, что еще там выдают населению, всем желающим. То есть они рекламируются в Фейсбуке, в группе, в русскоязычных группах в Фейсбуке. И оттуда люди о них узнают и приходят получать одежду, еду, может быть что-то еще. Мы с вами посмотрим. Мне самому на самом деле очень интересно. И я хочу показать и рассказать вам. Вот сейчас я выехал из своего дома и поехал в русскоязычный район Филадельфии. Вы вот пока я рассказываю вам, как раз можете посмотреть, сколько времени мне занимает доехать до Филадельфии, доехать до русскоязычного района, то есть Баслтон-Авеню, Норто-Ист Филы, Северо-Восток Филадельфии. Вот я выехал, я живу в Фистервилл, Пенсильвания. И буквально, я не знаю, вот еще пара минут и уже я заезжаю в границу города Филадельфия. То есть живу совсем рядом, но не нахожусь в Филадельфия-Сити и не нахожусь в Норд-Исте. Так, вот мы проехали Вава. Вава это такая заправка и магазинчик небольшой, где продается все необходимое. Предметы первой необходимости и еда. Кофе, еда, заправка. Так, вот едем по улице Филманд. Вот слева, справа от меня такой культурный райончик с таунхаусами. Таунхаус уже не нужно переводить. Таунхаус, таунхолмс уже в России это популярно. Тоже уже строят такие домики двух-трехэтажные. Ну и вот, собственно, мы с вами подъезжаем сейчас к русскоязычному району. И вот буквально, то есть я от себя еду по одной улице большой, потом сворачиваю вот на маленькую улочку и все. И здесь с этой маленькой улочки я поверну направо, и эта организация уже будет передо мной. То есть мне вообще здесь рядом, людям, которые живут в сердце, так скажем, северо-восточной Филадельфии, в сердце русского района. Полиция стоит. Видите, полиция стоит на мотоциклах. Что здесь такое происходит? Так, друзья, вот мы едем по улице Филмонт, и мы буквально сейчас повернем уже к этой организации. Посмотрим, что там происходит. Так, сколько у нас времени? Времени у нас без 20-10. Я думаю, если проанализировать советских людей, то, скорее всего, они собираются раньше и становятся в очередь. Но сейчас мы посмотрим, правда это или нет. Очень интересно, очень интересно. Вот справа вы уже видите эту организацию. Так, парковочка полная. Парковочка полная, людей нет. Почему нет людей? Ну, люди, наверное, все сидят по машинам. Все люди сидят по машинам, ждут когда... Ой, елки пал. Нет, люди не сидят по машинам. Люди стоят в очереди. Живая очередь. Ну что, друзья, мы с вами, наверное, чуть-чуть подождем, постоим, пообщаемся, да? Заезжаем ровно и черта. Так, друзья мои, одеваемся и идем снимать репортаж. На улице прохладно сегодня. Сколько? 34 Фаренгейта. Плюс 2 градуса Цельсия. Так что прохладно, поэтому я оделся. Все, глушим машину. Так, народ стоит в очереди уже. Посмотрим, что же там дают. Вот эта организация здесь находится. О, уже первые люди вышли с наваром. Вот эта организация уже запускают каждый четверг с 10 до 5 часов. Встанем в очереди. Все в порядке, живые очереди, да? Да. Я хочу репортаж сделать о первом пункте бесплатной выдачи продуктов. Это первый раз, да? Нет, это не первый раз. Они открылись... Две недели, три недели назад, по-моему. О, где? Да, недавно я открылся. А куда? Я просто... У меня свой канал. Ну, просто свой канал на YouTube. Не показывай, что ты можешь подогревать. Я людей не буду показывать. Почему? Людей не буду показывать, не переживайте. Хорошо, мы переживаем за это. Не, я понимаю, здесь есть как бы личная прайваси. Было открытие, я приезжал. Они тогда открылись с 12 и за пару часов раздали все. Поэтому было открытие с 12 до 5. Я приехал к 5, да? Сказали, что размели все буквально часа за 2. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу репортаж сделать. Я уже приезжал к Наталье и Элле. Так, что нам нужно записать? Вы записываете, вы берете или вы просто... Репортируйте. Давайте я возьму Валерий Желудев. Я видела ваше видео. Да, я тогда приезжал на открытие, нечего было показать. Вы уже записались? Можно вам такой дать? А? Можно вашей имени, сомнелия? Спасибо большое. Так, вот не зашли. Здесь пакетики стоят. Посмотрим дальше. Бумажку каждому. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Вы снимаете меня, а я снимаю вас. Да, я приехал, я тогда приезжал на открытие, и было уже поздно, уже нечего было ни поснимать, ни взять, потому что уже все разобрали. Поэтому я хочу сегодня посмотреть и тоже показать людям, что же все-таки дают. Вот порядочный человек, самый порядочный. Большое спасибо. А, надо сумочки возвращать, да? Окей, что делать дальше? Можно пройти. Да, вы мне покажите. Просто я покажу, да, что... Здесь немножко игрушек и висели. Здесь люди могут выбрать вещи, игрушки, но уже осталось очень мало. Детские игрушки. Чуть-чуть обуви. Окей, идем дальше. Здесь тоже люди могут выбрать какие-то вещи для себя, но уже осталось очень мало, честно говоря. Здравствуйте. На выходе дам вам сумочку, а пока заходите, мы в комнату какие-то одежды проходите. А вот еще здесь вещи есть, девочки. Окей, то есть там две комнаты вот эти, да? Там люди выбирают одежду? В этой и в этой. А там у нас цех, мы запаковываем продукты. А на выходе берите сумки. Нет, это все уже есть на покупке. Ребята, пожалуйста, не помните. Здесь тоже одежда. Две комнаты с одеждой. Пожалуйста, все в сумках уже готово. И дальше на выходе можно брать сумочки с едой. Окей, дальше на выходе... На выходе берем две сумки. И сумку вам надо вернуть, да? Сумочку желательно возьму, но по выбору можете. Вместе, да? Все, до свидания. Спасибо огромное. Всего хорошего. До свидания, приходите. Спасибо. Да, придем еще. Да, я сумки принесу. Спасибо большое. Так, друзья, идем к машине. Идем к машине. Я вам сразу покажу, что в этих сумочках есть. И сумочки отнесу обратно. Хорошо. Вот у нас две сумочки. Так, что я получил? Итальян соседж. Хат о нейчурал. Так, я вижу, что это просто фарш. Дальше. Грин бинз. Зеленая фасоль. Дальше. Кусочек сыра. Вороник где-то бог послал. Дальше. Что у нас есть? Что это? Кусочек фарша. Без опознавательных знаков. Сосиски из говядины. Реклама Марата Ёшпы. Страховка. Еще одни сосисочки с сыром чеддер. Что нам дали еще? Дальше нам дали кусочек такой вот ветчины. Так, а тут даже я вам затрудняюсь показать. Так, а тут что-то уже готовая продукция. Вот такая вот. Вот такое блюдо из сосисок. Еще непонятно чего. Надо мне это достать. Дальше. Это была одна мясная сумка. И вторая сумка овощная. Сок яблочный. Это стопроцентный. Хлебушек. Холлвид. Пшеничный хлебушек. Еще один сок. Так, друзья мои. Беггелы. Отлично. Беггелы нам пригодятся обязательно. С крем-чизом сделаем. Дальше. Вот такой буст энергетический напиток. И дальше я вам покажу, что у нас осталось. У нас осталось бананы, селери, sweet potato, яблочко, лайм один, огурец. Вот такой набор продуктов. Я думаю, друзья мои, неплохо получить это совершенно бесплатно для людей, которые в этом нуждаются. Все это мы получаем абсолютно бесплатно в нашем русскоязычном фудбанке под названием «Рука помощи». Это не просто фудбанк, это организация, которая помогает иммигрантам, помогает людям нуждающимся, помогает тем, кто приехал. Ну, все, друзья мои, идем относить сумочки обратно. Вот видите, сумочки надо вернуть, чтобы все у нас было по-человечески. Все, пойдем. Относим сумочки и едем домой. Вот наши сумочки. Все, спасибо огромное. Съел, да. Съел. К следующему репортажу проголодаюсь и приду снова. Спасибо. Спасибо. Хорошо, да. Спасибо огромное. Я вам скину в группу, что сделаю. Спасибо. До свидания. Все, друзья мои, миссия выполнена. Mission complete. Погнали. Ну что, друзья мои, получили бесплатку. Вы все видели сами, своими глазами, как это происходит, как происходит выдача, как очередь стоит, как в советское время. Но, тем не менее, конечно, в плане одежды, каких-то вещей, детских игрушек, я большого ассортимента не увидел. Но, что касается продуктов, я думаю, многие люди этой организацией воспользуются. Мне кажется, это достаточно интересно. Все, едем домой. Посмотрим еще раз, что мы получили бесплатно. Покажем вам, друзья мои, чтобы рассказать об этой организации, чтобы вы могли посмотреть своими глазами, стоит вам туда ехать или не стоит. Может быть, вы знаете того, кто нуждается. Реально, очень много людей нуждается. И они, может быть, даже не имеют связи, не имеют интернета, чтобы найти эту организацию, чтобы посмотреть, когда они работают. Может быть, не имеют машины, чтобы туда приехать. Поэтому, друзья мои, я советую вам помогать людям. Если у вас есть возможность приехать, записаться, взять продукты для кого-то, то ничего здесь нету зазорного. Это не должно быть стыдно. То есть люди приезжают любые, на любых машинах, что на Мерседесах, что на BMW, что на Ниссанах, на Тойотах. На любых машинах люди приезжают, никому здесь не откажут, никого не будут оценивающие, окидывать взором, что там ты достоин, ты не достоин, ты пенсионер, а ты вроде хорошо одет. Вот видели, в основном, конечно, все пенсионеры там стояли в очереди. Ну, потому что сегодня четверг, будний день, 10 утра, и в основном люди работают. Только такие бездельники, как дальнобойщики, могут отдыхать среди недели и вообще могут отдыхать когда угодно. Поэтому советую вам, друзья, если у вас есть возможность кому-то помочь, то приезжайте в эту организацию, получите продукты, может быть, какую-то одежду, игрушки, что-то еще. И помогите людям, которые реально нуждаются и могут об этой организации не знать. То есть наша основная цель это жить все-таки не зря, помогать людям. То есть не нужно жить для себя, нужно оставить за собой след, нужно сделать что-то положительное, чтобы радоваться, чтобы иметь в жизни радость и счастье, нужно помогать людям. Вот эта организация тем самым и занимается. И мы с вами тоже окажем посильную помощь, то есть хотя бы расскажем о них, покажем, что дают, что там происходит. И давайте, друзья, вместе поможем, то есть возьмем продукты и отдадим их тем, кто в этом реально нуждается. Может быть, людям, у которых нет интернета, у которых нет телефона, которые не знают в силу того, что они не являются русскоязычными, не знают об этой организации. Но всегда мы можем помочь. В жизни всегда есть место подвигу. Счастливо, в течение двух часов, 24 часа на день. В течение дня? Да. И вы еще любите детей? Да, я им. Да. Я имею в виду и в виду. Мой один кот был ударом. И я им принадлежал. И вы знаете, я хочу сделать подарок для вас, потому что я знаю, что вы любите детей. Я просто ездил на футбэн. И вы знаете, в русский городе, я просто ездил на футбэн. Я хочу сделать подарок для вас. Это не для детей, это для вас. Да, это для вас. Все для вас. Это просто футбэнк. Я просто ездил на футбэнк. Увидимся в следующий раз. Вы знаете, они находятся на филмон. Вы просто отвлекли на филмон. И вы знаете, что баба? Да. Да, да. Без Баслтон. И вы должны обратиться на плаза, перед вала. Вала и плаза перед вала. Я знаю, я знаю. И каждый день до 10 до 5 лет, они дают comida для всех людей, которые приходят туда. Мой доктор, там, где. А, там, где-то. А, там, где-то спасение? Да. Да. Хорошо, Дмитрий, привет, увидеть вас. Пока! Вот, друзья мои, напротив меня стоит мой бывший сосед в прошлом месте, где я жил. Его зовут Пит. Он не говорит по-русски. Я подарил ему пакет. Пакет еды, которую я взял в футбэнке в организации Рука Помощи. И я очень рад помочь ему, потому что он, он заботится о животных. Он подбирает бездомных животных, лечит их за свои деньги, кормит их за свои деньги, распределяет их. Короче, он заботится о животных. Мы с ним давно знакомы. Мы с ним общались еще на почве того, что я хотел найти себя здесь, как ветеринар. Искал, куда пойти. И он мне подсказывал различные организации, которые заботятся о животных. И мы с ним давно общаемся. Так что вот вам живой пример человека, который не говорит по-русски, но он нуждается в помощи. Он живет один, совсем один. Живет в обычном маленьком апартменте, как пенсионер. Получает маленькую пенсию. Заботится о животных. Вот таким людям как раз и нужно помогать. Я на самом деле не планировал это видео. Я не планировал, что я кому-то смогу сразу отдать вот так продукты. Я проезжал мимо тех апартментов, где я раньше жил. И просто увидел этого человека. Увидел Пита. Мы с ним давно знакомы. Просто эта мысль пришла мне на ходу. Пока вот я вам как раз ехал домой и рассказывал о том, что неплохо было бы взять еду в футбэнк и кому-то помочь. Я как раз увидел человека. Я помню, что он пенсионер, что он одинокий. И он, наверное, нуждается в этой еде больше, чем я. Я могу заработать для своей семьи. Поэтому, друзья мои, делайте добро. Это не постановка. Это спонтанное видео. Конечно, не ждите, что вам вернется. Но будьте уверены, если вы делаете добро, вам вернется в десятикратном размере. Друзья мои, спасибо вам огромное. Если вам это видео понравилось, делитесь этим видео с друзьями. Ставьте лайк. Подпишитесь на канал. Мне будет приятно. Будем продолжать с вами общаться, обсуждать что-то интересное. С вами был Валера. Видеоблог сибирского парня из США. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok